Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале «Соволмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев. Сегодня в студии Дмитрий Александрович Дуйнов, и мы продолжаем рубрику ответа на вопросы. Всем добрый день, уважаемые инвесторы, партнеры, коллеги. Опять в студии, опять те же самые, все то же самое, отвечаем на вопросы. Да, потому что вопросы приходят, вот, ну, некоторые уточняющие, конечно, вопросы некоторые, новые вопросы. Ну, как говорится, если вопросы задают, значит, людей интересует то, что мы делаем, и интересует состояние дел, это хорошо. Это вселяет надежду. Полностью с вами согласен. Ну, сегодня к нам пришел очень интересный вопрос, который задается уже неоднократно и достаточно большим количеством наших зрителей. Собственно, почему же не использовать для создания производственного цеха или производственного комплекса, автоматизированной линии уже существующие здания, которые остались наследием со времен Советского Союза или более поздние, скажем так, сооружения? Почему в приоритете строительство именно нового центра, такого, как мы сейчас реализуем на территории особоэкономической зоны Технополис Москва? Вопрос очень интересный. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять снова. Ну, тут, наверное, можно ответить вопросом на вопрос, а почему хрущевки сносят? Жить можно? Можно. Но не нужно. Не стоит. Потому что, ну, наверное, хрущевки решали определенные задачи, которые стояли послевоенные. Вытащить людей из землянок. Кстати, я вот помню землянки, настоящие землянки. У нас есть на Донбассе район Парком, городе Стахана, Парижской коммуне посвящен, скажем так, да? И вот вообще весь Донбасс, он характерно построен, строились вокруг рудников, уголь нашли, шахту строят, там же люди селились. Ну, все приходили на заработки, временно пожить и потом уйти. Ну, кто-то с деревьев, кто-то откуда-то. Потом все это вырабатывалось, уголь вырабатывался, все это бросалось. И вот видел такие картины, когда Союз рухнул, например, стоит магазин в поселке, шахта Крениченко, вывеска, вино, водка, прилавки стоят, и ничего. Рельсы еще не заржавившие. Ходишь по АБК, ходишь по... Нет никого. И все это такое видели же очень много в своей жизни. Так вот, на паркоме характерно было, люди после войны приезжали, копали землянки, жили в них, как-то обустраивались, огородик заводили. И вот восстановление шло, строили дома, там пленные немцы, очень много материалов не было, таких вот рубили камни в каменоломне известняк, на глинистых растворах собирали, строили эти дома. Можно было жить. Поэтому вот эти постройки, они соответствовали тому времени, тем возможностям, которые были. В Москве, в крупных городах строили хрущевки. Почему? Потому что минимализм, ну, можно было очень быстро за несколько там, ну, за месяц буквально построить. Людей надо было вытаскивать из земли, давать жилье. Это все справилось. Фонд, он, следуя своей задачей, справился. А дальше надо было что? Приводить нормальные условия. Но каждый из нас наблюдает эту картину в жизни постоянно, что вот поколения уходят. И мы сейчас по новостям слышим, тот ушел в артист, тот этот. Целая плеяда уходит. А взамен... Ну, сейчас мы видим на эстраде одни тяжелецы. Где там молодежь? Ну, создают программы там «Голос», «Лед», там, «Таланты». Ну, много программ. Это попытка найти что-то, но в то же время шоу. Что у нас произошло? После развала Советского Союза попытались поменять экономическую модель развития общества. Пошла дикая приватизация. Хорошо это или плохо, не нам судить. Или можно судить, но в рамках отдельного ответа на вопрос. Но мы сейчас рассматриваем другой совершенно. Вот. И что? У кого-то был потенциал, у кого-то были средства накуплены, у кого-то была власть. Ну, в частности, и его руководители предприятия. Некоторые верили, некоторые не верили, некоторые там нуждой обремененные там по разным причинам, но люди отдали, уступили свою собственность. Ну, правильно сделали. В принципе, потому что мы прекрасно знаем, что можно вести экономическую деятельность так, что завод будет умирать или предприятие будет умирать, а продукция будет продаваться там через другую компанию, и там вся прибыль будет оседать. И в чьих руках она будет? В руках тех, кто управляет. Были выстроены определенные экономические модели. Одни построили так, другие так. Там отдельные предприятия пытались пережить тяжелые моменты, надеясь, что что-то как-то вернется, ну, как-то выживать пытались. Другие строили модели, когда захватили предприятие, ну, что, амортизировали, честно говоря, амортизировали до такой степени, что даже нельзя, не знаю, но выведенные деньги они направляли для создания другого бизнеса в своих интересах. Каждый по-своему. Каждый по-разному. И вот настал момент, как в мультике пел, вот наконец настал тот час, когда я снова вижу вас, вполне надеясь, на взаимность, но взаимности не было. На каждом предприятии сформировалась мини-модель государства. Со всеми вытекающими управляют. Все зацеплены связями того периода, 90-х годов, там, скрепы вот эти все. И потихоньку это все старело. Старели основные фонды, старели люди. И в определенный момент они стали уходить. А кто взамен? Продукция, либо еще что-то. Не вкладывался никто. И вот эти фонды изношены. Идеи нет, стратегии нет. Как-то существовали. Ну хорошо, где-то подкрепление было госконтрактами, заказами. Где-то были оборонка. Но никто же не вливал, ничего не делал. Все это износилось. То есть, фактически, путь в один конец. Да. Ну, они свою задачу сделали, допустим, там, для детей, там, еще что-то создали, там, торговлю. Либо там что-то приобрели, построили. Ну, вроде как-то. Но все остальное – трах. Вот. И да, мы видим. Каждый в своем городе это видит. Каждый как-то в глубине души понимает. И он не хочет с этим мириться. Он не хочет это признавать, надеясь на то, что это можно спасти как-то, подремонтировать. Ну, это из разряда ремонта Хрущева. Ремонтирую, не ремонтирую, но время пришло. Реанимирую, не реанимирую – никуда не денешься. И если кто-то полагает, что такая ситуация характерна только для нас, вот на постсоветском пространстве, то глубоко заблуждаются. Достаточно посмотреть на развитую Америку, Европу, продвинутую. Казалось бы, их это не касалось, касалось. Вот, когда пошла индустриализация, начало прошлого века, Средина, Соединенные Штаты же там процвели на Первой мировой войне на поставках. Заводом у нас строили тот же Детройт, Форд. Чума просто. Развивалась с бешеными темпами. Там атомная энергетика, оружие. Много заводов, которые производили арифмометры. Арифмометры ушли. Они же зародились за Менщур, на нашей памяти. Механически, массово. Ушли. Вместо них пришли электронные калькуляторы, вот такие вот. Тоже ушло. Потом появились такие карманы, калькуляторы и так далее. Вот на нашей памяти флоппи-диски, помните вот эти конверты? Да. Сгинули. Сгинули. А заводы по производству? Были? Были. Точно так же и вот эти компакт-диски, пластиковые. Хотя в 60-х годах создали его в фирме Глушкова. А военные наши сказали, а нафига этот кусок пластмассы? Вот плюнешь, он развалится. Другие формы. А те приняли это дело. Закрывают. Видеомагнитофоны, пожалуйста. Америка, даже американские бизнесмены посмотрели. Говорят, нет, мы их делать не будем. Сошли. 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 Кассетные магнитофоны где? Они же появились. Бобинные. Вот. Бобинчатые магнитофоны. Появились, ушли. Производство радиоламп. Ушло. Ушло. Сейчас лампы накаливания уходят. Все это происходило и происходит. И они, если мы посмотрим на запад, то мы увидим то же самое. Брошенные заводы. Им дешевле его бросить, нежели реконструировать. Они их бросают и строят новые. И нетрудно увидеть, я надеюсь, ребята покажут, что там и что у нас происходит. Я думаю, внешне никто не найдет разницу, где это даже не сможет сказать, где это. Да, если не подписать, то действительно очень сложно разобраться. И бросают. Вот. Поэтому вот те, которые там с придыханием, с вожделением смотрят на запад, посмотрите. Посмотрите. И увидите то же самое. И никто не собирается вот это восстанавливать либо еще. И тот же Дейтурой, допустим, погиб. Потому что, просто когда начали ввозить дешевую рабочую силу, как гастарбайтеров приблизительно, там целые районы заселились. Ну, как говорят афроамериканцы, я привык называть их неврами. Ну, что сделать? Воспитание у них такое. Пусть это звучит нетолерантно, но тем не менее. И белое население ушло оттуда. Ушла культура производства, все остальное заводы бросили. И что, посмотрите, наберите в интернете, посмотрите, что там делается. Это можно восстанавливать? Можно туда новые технологии? Да не в жизнь. А почему? Потому что затраты на восстановление, это все равно, что взять сейчас хрущевку, пятиэтажку, надстроить, сделать и там сделать элитное жилье. Ну, невозможно. С панелей собрано, ну, ничего ты не сделаешь. И если посмотреть, даже сейчас стройка идет, видите, технологии же совершенно другие. И эксплуатационные затраты, и даже здание, сейчас смотришь, ограждающие конструкцию, что стенами называем, да, там ее конструктив как выполнен. Совершенно иначе. Совершенно иначе. Даже перекрытие выполнено, там перекрытие — это уже просто, там, плита. Там и коммуникации, там чего только нет. Вообще совершенно другое все. И даже дома ее строятся живыми, тоже совершенно по другим технологиям. Другие материалы — все совершенно другое. эксплуатация — совершенно другая. И., насколько я понимаю, многие коммуникации инженерные, инженерные, они проектируются и закладываются еще на этапе строительства, а не после возведения. Вот если, допустим, посмотреть частное строение или еще что-то, мы знаем, называется несъемная палубка. Посмотрите в интернете, пожалуйста, это технология. Утепленная шведская плита, которая не требует заглубленного фундамента, совершенно другие затраты и эксплуатация совершенно иная. Точно так же здание, которое мы строим, оно же совершенно подробно. И все остальное, все остальное. Потому что да, можно, можно там старых зданиях, там, начать долбить стены, прокладывать коммуникации, потому что интернета не было. Отопление сейчас, приточное, вот существующее здание, да, ну стоят батареи, там все остальное, эксплуатация жесточайшая просто. Его надо демонтировать, а приточную вытяжную вентиляцию с теплообменниками не сделаешь. Затратно. Металлоемка и так далее, и так далее. Целый ряд причин. И поэтому не мы первые, и не мы последние, которые принимают такое решение. и не только вот здесь, но и так называемых странах развитой экономикой, собственно говоря, потому что вынуждены, они же тоже деньги считают, и мы считаем. Поэтому можно восстанавливать старое здание, так далее, которое считается памятниками архитектуры, архитектурное наследие, можно и завод, архитектурное наследие, однако ЗИЛ сравняли архитектурник, и там построили. Так же и другие сносят. Считают. И вот, допустим, заводы, которые сейчас выпускают электрические машины, ну это уже, ну предприятия, кстати, они атомортизировали себя. И линейки, да, можно, допустим, вот, нужно вот так линейку поставить, а там не хватает, можно загнуть, а можно п-образкой сделать, и так далее. Да, можно. И все это, я так полагаю, несет определенные последствия. Колоссально. Поэтому получается дешевле поставить, здание и иметь перспективу развития. Вот смотрите, Зеленоград как построили, вот заложили его градостроительную концепцию, по-образку. С одной стороны, подперто, конечно, Ленинградкой, но туда развивается. Вот едем же по одной дороге, Панфиловский проспект, Крюково заворачиваете, вы выскакиваете на центральный, да, и по-образке прошли. А дальше город пошел развиваться туда, в Крюково и так далее. Он имеет перспективу развития? Имеет. Причем довольно существенную. А у нас? Сзади что? А у нас сзади жилой сектор. Ну, жилой не жилой, там дача. Дача, да. Обрешавшая. Логично. Шучу. Но всегда, когда строите, надо смотреть перспективу. Есть ли перспектива развития? Поэтому, допустим, проектно-конструкторское технологическое бюро, это не завод, который надо будет расширять, это несколько другое. Но заводы по производству, они должны иметь возможность модульно расширяться. Поэтому, ну, вот, концепция, допустим, как компьютер у вас. У вас слоты есть? Возможность есть? Память нарастить? Там, со-процессоры поставить, там, еще, 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 еще. Ну, целая гамма-опции. Ну, для того, чтобы эти опции были, необходимо на момент сборки этого компьютера заложить. Корпус нужен. Корпус, и нюансы тоже. А теперь, представьте, ISM, там, машина на транзисторах, более-таки, целое здание занимали. Вот давайте мы туда современный компьютер впишем. Да. Хороший получится компьютер. Наверное, этого не стоит. Делать, потому что сейчас даже дата-центры, которые перерабатывают гигантские массивы информации, они совершенно другие. И там система охлаждения, электроснабжения занимает больший объем, чем сами машины. Да. Вот поэтому мы и не ставим, и не привязываемся к старым зданиям, сооружениям, потому что ничего доброго из этого не получится. Можно, как временная мера, это применить, потому что есть такая практика, как один товарищ говорил, я признаюсь лекарств, только обезболивающие антибиотики. Потому что лечит. Ну, насколько лечит, непонятно, да? Это вопрос сомнительный, но мы должны понимать, что мы можем как-то попытаться продлить существование какого-то предприятия, которое уже под сто лет работает. Можем. Но это продление существования. хотя вот если взять по примеру General Electric, допустим, там есть станки, которые включаются может быть один раз в 10 лет. Но эти станки предназначены для изготовления гигантских электрических машин, которые заказываются не так часто. Но они изготавливают эти детали. И куда ты денешься? Вот стоит здание, стоит этот станок. Этот станок там производства 1808, 1908, 12-го года. Но делать и смысл его менять? Нет. Никакого смысла. То есть в принципе всегда нужно смотреть конкретный случай под конкретную задачу. Исходя из этого уже можно делать это. Абсолютно верно. поэтому можно рассмотреть допустим какое-то предприятие отдельное, но для производства каких-то специфических электрических машин с малыми объемами производства это можно. Но если смотреть стратегически, то нужно совершенно другому. И вот поэтому мы понесли определенные затраты на разработку проекта, здания, которые оптимально соответствуют поставленным задачам, и которые могут быть воспроизведены в качестве завода по производству электрических машин. Поэтому задача создания новых производственных мощностей она уже существенно упрощается, потому что вам не надо брать готовый проект и как-то его адаптировать. Есть проект, который создан специально под эти задачи. И главное, что он позволяет, что это базовое, а туда можете ставить уже типа ангаров со свободной полами, где вы можете дополнительно ставить оборудование. Либо склады делать, и так далее. И вы можете на эту основу как-то материнскую плату накидывать все остальное. Вот он концепция. Поэтому вам нужно было центральное ядро с процессором, это административная часть с возможностью демонстрации образцов, со всеми необходимыми службами для продажи, для сервиса, для рекламы. Все это сделано технологически, конструкторская часть, потому что конструктора, технологии производства нужны, вот этот модуль может служить основой заводов очень большой мощности производительности. Вот поэтому было принято именно такое решение. Надеюсь, немножко длинно, но я надеюсь, что объяснил, почему ты сделал. Если вопросы остались, задавайте. Спасибо. Спасибо. Очень наглядно. До новых встреч. Задавайте вопросы в комментариях. До новых вопросов. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...